Приветствую всех вас, дорогие друзья-подписчики моего канала в Ютубе. Не знаю, как вы чувствуете себя накануне Дня Тишины, но у меня, как говорится, бывшая партийная совесть чиста, потому что вместе с вами в эти дни в наших общениях, через ваши комментарии, через мои телевизионные сюжеты на канале мы достаточно изложили и знаем позицию друг друга. И слава Богу, что выбор подавляющего большинства из вас, кто стал подписчиком моего канала, а таких уже вчера я сообщал об этом, число, слава Богу, перевалило за три тысячи человек. Сегодня там больше уже на сто человек. Это не столь принципиально. Главное, что с моей точки зрения, очень многие из нас с вами единомышленники, излагают свои комментарии, искренне чувствуются, что с болью за судьбу родной страны, своих соотечественников, с тревогой о детях, внуках. Как говорится, на злобу дня, сегодня мне захотелось обратиться к истории. Не просто к истории страны, нашей с вами истории, а к истории легендарного клуба «Динамо Киев» и великого украинца Валерия Васильевича Лобановского, царствие ему небесное. Человек, который оставил яркий след на земле, добрые дела, человечные поступки, светлую о себе память. Я благодарен Господу Богу и судьбе, что у нас с Васильевичем, как я к нему всегда обращался, сложились 37 лет творческих, честных, деловых отношений с уважением профессии друг друга. О нем написаны книги. И вот в одной из них она называется «Футбол Лобановского». Речь идет и об его отношении не только к своему любимому делу, а к людям, к профессии. И мне невольно вспомнился момент, когда Васильевич, приехав в отпуск из Эмиратов, где он в ту пору работал, естественно, и интересовался живо, что происходит в родном клубе. И вот ему, как это стало известно чуть позже, ну, естественно, дали вот эту книгу, которая тогда вышла, но я понял, что дали соответствующим предисловием, в кавычках, потому что нас за годы нашего сотрудничества все время хотели как-то стравить, поссорить. И вот ему дали эту книгу, сказали, что там Аркадьев опять, в общем-то, понаписывал. Но Валерий Васильевич был тем человеком, который слушал, слышал, но верил себе и доверял своим ощущениям, своим выводам, и он прочитал эту книгу. Однажды позвонил во время этого отпуска, и у нас был довольно обстоятельный телефонный разговор, который ваш покорный слуга, чувствуя по вступлению, что Васильевичу хочется высказаться, записал на свой рабочий диктофон. И когда этот разговор уже состоялся, мне пришла тогда в голову мысль, и я сразу же ее озвучил, поделился с Васильевичем, сказал, у меня вот сейчас возникла мысль, то, что вы говорили, это замечательная глава целая, это точка зрения главного действующего лица о книге, где он главное действующее лицо. Лобановскому понравилась эта мысль, но к великому сожалению, так и не удалось ее осуществить. Но что характерно, после этого была написана уже в конце 90-х годов еще одна книга, где он и естественно его соратники Валерия Васильевича тоже были главными действующими лицами книга «Динамо Киев Возрождение». И вот здесь в этой книге уже увидела свет вот та беседа телефонная, которая состоялась в дни пребывания в Киеве в отпуске Валерия Васильевича Лобановского. И главу я назвал «Слово о прочитанном». И вот сегодня я решил опубликовать фрагменты этой главы, потому что они, как говорится, на злобу дня. О выборах. Потому что Валерий Васильевич Лобановский в 1989 году баллотировался в народные депутаты СССР. Так что у нас с вами есть повод отметить 30-летие участия Валерия Васильевича Лобановского, этого великого украинца, в политической жизни, канувшей в лету страны Советов. И вот если у вас будет желание познакомиться с этими фрагментами, я в тексте к телевизионному сюжету обязательно дам ссылку, где я это опубликовал. опубликовал я это на сайте Динамо Киев от Шурика. Итак, Васильевич и выборы. Повторяю, что это сайт Динамо Киев от Шурика. Ссылку я дам, сможете легко выйти на эту публикацию. в моем блоге на этом популярном по обе стороны океана футбольном сайте. Видите, здесь уже вот фрагменты слова о прочитанном, так я назвал главу. Творину в рамках спектакля «Хорош ли тренер Бекенбауэр?» «Любимые его ученики?» «Горбачев советского футбола?» Ну, так, напомню, называли Валерия Лобановского за рубежом, потому что он действительно сотворил для тех времен чудо в перестройке футбольной системе именно в клубе подход, профессиональный подход и как он все это тяжело пробивал вместе со своими соратниками, единомышленниками. Вот как раз в этих фрагментах вы и сможете узнать, потому что все это из жизни ничего не надо выдумывать. А вот фотография, к примеру, высокое начальство приехало на базу в Конча-Заспу во главе с Владимир Васильевичем Щербицким, царствие ему небесное. И вот именно в таких встречах Лобановский максимально использовал свои знания, интеллект, убеждал, почему надо развивать инфраструктуру футбольного клуба. И он подходил к этому весьма и весьма профессионально. Вот такая сегодня 29 марта 2019 года публикация Искренне Ваш Дэви Аркадьев из Филадельфии Дэви Аркадьев